Интересы, короче, я проверил, ну, насколько она действительно плоха, может быть, типа, обзорчик можно сделать, хотя к тому времени уже, по-моему, любой ленивый снял, типа, подлумился над этой собакой и над всем остальным. Короче, что я могу сказать? Ну, во-первых, игра на движке Quake 3, что не может уже как-то не смешить. Что не может не радовать олдфагов? Не, ну, блин, 2014-й, как-то мы говорили. Я помню журнал Игромания писал, когда вышла первая часть, что вот шутера, которые были на рельсах, конечно, уходят от нас, жалко, очень жалко, вот, конечно, движок Quake довольно староват, но, тем не менее, прощаются с нами красиво. И потом вышло еще 100 тысяч продолжений. Ну, да, да. Да нет, в общем, я просто не знаю, почему. Я последние два Call of Duty перед этим пропустил, может, поэтому у меня как-то не особо... Последний, который играл в Modern Warfare 3. Ну, Black Ops первый был неплохо из-за того, что он скопировал миссии взвода один в один, еще какие-то миссии, то есть из фильмов. Ну, да, но они всегда там копируют из... Нет, там прям чистою, там прям один в один. Все. Короче, для меня, ну, я, типа, давно не играл, я, ну, она даже симпатичнее стала выглядеть, вроде графон, спецэффекты, все то же самое. Просто, видимо, людей, которые реально играли во все Call of Duty, уже просто настолько достал этот тир, что они уже даже спецэффекты внимания не обращают. Так-то вполне себе... Да они по привычке такое ощущение, что берут. Ну, да, это как FIFA, которая в какой-то момент каждый год одна и та же выходила, когда вот Next Gen не завесли на комп, а на там пять лет одно и то же говно с обновленными составами. Тогда в Basic играть надо было. Ну, PES, я как бы и сейчас бы с удовольствием в четвертый погонял в какой-нибудь, где еще хардкорный геймплей был. Сейчас-то и PES, и FIFA заскриптованное говно. Они, они тоже получили, да. В общем, я просто о том говорю, что я не понимаю такой, ну, просто разгромной критики Call of Duty, да, это говно. Я как бы смотрю. Да, но таким было, и вообще ничего не изменилось. И даже если вы хотите поиграть, если вам вдруг захочется поиграть в тир с реально крутыми спецэффектами, где можно там в космосе полетать, где земля взрывается под ногами, где еще какая-то подяга, то там полно моментов, но, как бы, вот эта уже сама тема с бесконечным тиром, с этими героями, которые неожиданно, нежданно, негаданно умирают, она уже совсем все достала. Юра, как-то появился ты здесь, ну, никак. Слушай, Юра, а ты, я смотрю, умеешь за 500 рублей вещи покупать? Вообще постоянно. Блин, а он нас сейчас не заглушает, он настолько хорошо слышится сейчас, что просто великий голос. Нет, я почему ржу, это, ну, мало кто знает, когда мы снимали прошлый ролик вот этот с ограблением Зуева там. Короче, мы купили за 500 рублей револьвер, потому что у нас всего два пистолета было. Ты настоял на этом, Илья, твоя была идея, черт подери. Мы купили за 500 рублей пистолет в магазине игрушечный, револьвер, он оказался вообще какой-то нерабочий, там, мне 30 за него стыдно было попросить. То есть там даже курок не двигался, просто какая-то китайская подель, от которого спидом можно заразиться. И самое смешное то, что как... Это что, заразились? Нет, самое смешное, что приехал Зуев и сел на него и сломал пополам первым же делом своей толстой задницей. Да он кинул, подожди, по-моему, и разломал пополам. Да сел он на него жопой своей. Господи, я ненавижу вот эти комнаты. Вот вы мне так нихрена и не сказали, меня хоть лучше слышно или нет вообще, понять не могу. Ну, чем ведро... Чем ведро... Там был какой-то колорит у тебя, какой-то вот реально образ, а сейчас... Тут, короче, мы выбираем, типа, между пиками тащеными. Тут, как бы, куда ни сядь, все равно больно, братишка. Больно или морально, или физически. Мне кажется, у тебя даже проблема, скорее, к звуковой карте какое-то отношение, что ли, имеет. Потому что какая бы гарнитура убогая ни была, поэтому я просто рекомендую всех. Ох, как сколько монстров там вообще сейчас. Покло оно в задницу, я следующий три буду насквить. Мне, возможно, проблема даже не в микрофоне, не в саунд-карте, а в голосе, но мы не знаем. Нет, мы-то знаем. Я, в принципе, знаю, как у него голос все-таки. Нет, на самом деле, я просто считаю, что, во-первых, я действительно, наверное, с тобой тогда на студию поеду. Потому что все-таки студия, это студия, как ни крути, и там такого... Такой беды не произойдет. Что касается... А? Забавная, получается, с запуском. Вначале. Ну, да это всегда такие вещи происходят, на самом деле. Мы же своими силами, считай. Надо было потестить всю эту систему. Ну, потестили, и все было нормально. Не-не-не, я... На том, что двигался и Влада. Самое смешное, то, что, Жень, на том моменте, как ты сказал, что проблема на звуковой карте или в чем-то еще, у меня компьютер ушел в ПСОД. Так что я возвращаюсь на планшет. Ага. ПСОД это хорошо. Я, кстати, давно уже ПСОДов не видел. Вот это, кстати... Самое вот страшное было, когда я был малой, это когда компьютер ПСОД выдавал, мне казалось, что еще чуть-чуть он сломается, или что-нибудь плохое происходит. А ПСОД он выдавал всегда. Например, если ты выходишь из игры, которые тогда иногда еще из диска считались, то есть... И если ты вытаскивал диск до того, как он перестал крутиться внутри дисковода... Ну, то есть, выключил игру и сразу... Охренеть! Сейчас будет весело. Извини, опять перебил. Я на мины нарвался. Я что-то даже не ожидал, что здесь мины гребаные есть. Черт. И это тоже отстой, короче. Все эти мины. Я просто помню, во многих шутерах вот эти ловушки тупые, когда ты проваливаешься, или какие-то шипы тебя неожиданно хреначат ниоткуда. Ну-ка, ну-ка. Как это будет с минами? У меня еще не случилось, и у меня ты еще жив, радуешься жизни. Открываешь дверь и... Но там было видно мины, бро. Я не знаю. А их можно же поднимать! Ну, да. В смысле, я так упился на то, что, о, мины, которые на движении, замечательные. Сейчас, кстати, Калипс поет песню замечательную тоже. Два раза сказал слово «замечательную». Замечательную. Ну, мы шли профессиональные. Замечательная. Охуительно! Да, 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 да. Ой, беляки. Что же у меня сегодня такие сплошные неудачи с оборудованием? Да ничего страшного, братюшка. Главное, чтобы все это починилось. Когда-нибудь. Ну, когда-нибудь починится. Вообще в целом. А вот там вот, в углу сейчас был, где стоит бутылка портвейна, там СОИ не написано нигде. Ну, надо же пошутить, правильно? Вот так вот. Я вот сейчас не вижу даже видеоизображений, потому что мой компьютер в СОДе. Вы там что, около стены СОИ что-то? Он сейчас скажет фразу из The Wild Dead, кстати, замечательно. Опять же, слово замечательно. Ну, кстати, ты, кстати, можешь... Ты можешь фразу замечательно сделать своим мемом, так сказать. Как Голустян сделал мем на свою игру. Замечательно мемом своим можешь сделать. Голустян свою актерскую игру в кино сделал, по-моему, мемом. Ты бои без правил не смотришь? Ну, типа, смотря какие. У нас просто, как ты знаешь, UFC все-таки не показывает. У нас билеатор какой-то херачит, где... Билеатор, да, но он там не очень весел. Вот UFC... Просто, ну, вот, Голустян замечательное видео, опять же, замечательно видел, где он бьется с Емельяненко. Ну, да, это битвы двух очень таких... Стояло и ММА. Конечно. В вершинах. Ну, я рад, что Александр Емельяненко больше не пьет, как он говорит во всех интервью. Ну, я просто считаю, что таких людей надо в тюрьму закрывать, что-то. Он же сидел, по-моему. Давно споры такие идут, но, по-моему, Федор заявлял нечто вроде, что Сашка посидел. Ну, знаешь, если люди ведут себя так, что рядом с ними опасно находиться, то мне кажется, что их надо все-таки как-то изолировать. Потому что я бы не хотел, чтобы там меня, например, Вячеслав Дацик, если знаешь такого. Отлично. Я его бои смотрел, это просто хеерия. Это серых писов, Волкодав. Ну, да. Поехали. Вот серых писов из муромских лесов. Ну, что, мы сейчас вот так о нем называемся ласково, а потом он нас найдет и нам сердце вырвет, как Калибр. Не, я бы на самом деле... Он интернетом не пользуется, значит, все норм. Вот почему у нас не умеет бояпики... Ну, вот смотри, есть же, например, фильм «Боец», да? «Warriors», блин, кто же там играет-то? Который «Боец»... «Том Харди», да, короче. Это, по-моему... Там еще есть персонаж, по-моему, опыт. Это, по-моему, «Воин» он называется. «Боец» — это про двух братьев-боксеров. Да-да-да-да, «Кристиан Бейл». Ну, ты понял, они, в принципе, чем-то похожи вот эти фильмы, на самом деле. Офы про, так или иначе, про единоборство и опытом про преодоление. Короче, я вот снял, собрал на «Бумстартере» деньги про «Рыжего Тарзана» поснял, короче, как он там куролесит, по-страшному катается. Да-не-не, ну не очень веселое похождение. Что там, шашлычок? Нет, дружище... Ну, дружище, не знаю, если это не веселое похождение, то где веселое? Он говорит, одноклассницу свою чуть не съел там в восьмом классе, а ты говоришь, не веселое. Не, ну и что не бывает в восьмом классе? Я тоже хотел одноклассницу съесть в восьмом классе, честно говоря. Ну, не в том смысле, что съесть, но... Надо вот это молча немного продолжить, чтобы ввести какую-то неловкость в стрим. Не-не-не, мне просто тут советуют комментарии. Вы там пока изловчитесь как-то без неловкости, а я пока почитаю комментарии, попробую. Может какие-нибудь вопросики будут замечательные? Замечательно, надо это реально как тренд. Как ты думаешь, Женя, какие тут вопросики могут быть? Поиграйте в кооп. Я, короче, уже сказал, что у нас будет ночь серьезного Сэма, но это, наверное, без Евгения он не любит серьезного Сэма. Не, первая норма была, второй днище. Ну, никто и не собирается играть во второй. Не, но я к тому, что если выбирать между Сэмом и Бладом, я бы выбрал Блад, потому что классические шутанные, они все-таки клевые. Ну, мы и так играем в Блад, точнее. Да, 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 я понимаю. Мы же не можем, конечно, неделю собираться и смотреть, как ты играешь в Блад. А почему же, собственно, и так не можем? Игра очень громкая, вас прерывают крики. А это так задумано. То, что было в восьмом классе, остается в восьмом классе, согласен. Лучше бы и ведро там остался. Кстати, забавно, кто-то отметил, что моя прошлая напарница по эфирам звали Евгения, а теперь Евгений. А не совпадение ли? Сейчас трансгендерные шутки здесь должны быть, но их не будет. Нет, я подумал, потом понял, что все эти шутки отдают чем-то таким. Мэтт насчет движка Квейк 3 шутит Это правда модифицированный Это тег Ну да, я и не шучу, я серьезно сказал, что это тег 3 Ну там даже, по-моему, это заметно Ну это, конечно, громко Но, кстати, постер Вот постер Илья, ты хотел узнать Мэтт, делайте игру на Виллрок Я вообще не знаю, почему кому-то нравится Виллрок Там Виллрок был крутой Из-за песни I Wanna Rock и все, можно выключать Да, 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 господи И этот уровень, где надо прыгать, короче Это жалкая пародия на сцену Колоссы торчат из лавы И надо сна... Господи Вот там я ее и дропнул, это просто уже жесть Для больных людей Она даже выглядит как-то вот супер Отстояно почему-то Расскажи, Евгений, о своих любимых жанрах В игровой индустрии Все вообще, без разницы Все нормально играются Но самый любимый Fallout Из игр и Шутанов, Блад Стратежки тоже какие-нибудь Age of Empires недавно ставил Поиграл в одиночный сценарий Какая-то клевая Вторая часть, а третья мне не нравится Вторая, все лучшее В истории просто Эвер Я поставил, так, с удовольствием так Прошел, поиграл пару сценариев За всякие веселые нации Клево Евген, будешь ли ты играть в Крамагеддон? Кого? Ну вот Илья говорил, что он не особо как Мне трудно представить, как в него можно полтора часа на стримеру Я с удовольствием поиграл бы, подавил бы людей Я уже понял, что ты радуешь Типа, радуешься сам и радуешься людей Ребята, а можно играть в Крамаг? Типа, ну как? Вот там точно нельзя Типа, но ботам добавлять Что еще? Ну, то есть, если ботам добавлять в Крамагеддон Там, ну, начинается гонка, по-моему, всего 6 или 8 И все, больше нельзя Ну, правильно, 8 Но я имею в виду, игра типа мультиплеер, но с ботами Что-то я такого не помню, опять же Ну, второй, может быть, можно Джеки Теллиенс второй можно Не, второй, да Второй отстой Первый клевый Первый прям вверх Второй второй отстой Крамагеддон второй отстой Да Там зомби, там не люди, это уже не круто Там есть патч, там есть мод Конечно, конечно, там есть мод Пиратка продавалась с кровью На радиорынке, я помню, прям была кровавая версия, такая плюшка Я играл с зомбиами просто Там было прикольно, когда прокатываешь на машине непосредственно Сбиваешь зомби, и они как бы остаются на машине Они, кстати, хотят четвертую сейчас часть, точнее ремейк первой Тоже на бумстартере, по-моему, деньги собирают Зато там был саундтрек А третья вообще была паскудная, по-моему ТДР 2000, которая? Причем, реально паскудная Ну она, знаешь, у нее такая графика, как будто она скуже, чем вторая была даже Кстати, сейчас мы играем в дополнение Или плазма-пак, или еще как это называлось То есть это уже не оригинальный проект Интересно Пишут про игры, в которые можно поиграть Я точно могу сказать, что в шога я играть не буду Потому что я недавно играл, у меня пердак разорвался от ее сложности Я даже не представлял, как я в детстве ее прошел Теперь не представляю точнее Что касается вопросов Очень странный вопрос Как ты относишься к Хованскому Великой Отечественной войне? Ну это сопоставимые вещи Что касается Праздную, два праздника Да-да-да-да Так, что еще В Quake 3 поиграете? Ну мне, честно, Quake 3 меньше, чем Quake 2 нравится Нет, Quake 2 вообще клево В третьем так Я бы вот прямо сейчас, пацаны, запустил бы Quake 2 И на Q2DM1, короче, повыносил бы вас вперед ногами Че это за пердеж, из ведра пошел Это голос А, он представил, как я ему пердак, видим, разрываю Вот эти чертовы калибы из зеркала Маленькие калибы У нас это еще не случилось Мы всегда выдерживаем паузу Как ты можешь понять Нет, только Сан-Питер загрузился Ну, маленький калиб остался еще Мэтт, как тебе гмдев тукан? Я не играл в гмдев тукан Что, советуете? Нет, не стоит Не знаю, что такое Я помню, Терминатор игра, как называлась Про Терминатор Фьючер Шок Да, да, да Не, не играйте во Фьючер Шок Она довольно плохенькая была Но там было УЗИ какое-то странное С проводами Я вот это запомнил Терминатор Фьючер Шок Это одно из самых больших разочарований Моего детства Потому что меня всегда мечтал Сыграть в нормальную игру про Терминатора И каждый раз Что на Денде, что на Компе Это всегда был какой-то галп Ну, я просто не могу поиграть за Арнольда Шварценеггера Который рвет с жопы Тем, кто хочет убить Джона Коннора Да, что, наверное, Шварценеггер дорого стоит Хотя, я думаю, что они смогли бы продать Все время какая-то бодяга непонятная В будущем, блин Даже вот игра, где реально Ты играешь за Терминатора Который спасает Джона Коннора А была такая, по-моему, на Сеге Терминатор 2 Она была нереально кривая С совершенно дебильным управлением Но тем не менее Хоть это была суперотстойная игра Я у друга все равно старался Когда есть возможность в нее поиграть Потому что там хотя бы Не знаю Хотя нет, там Терминатор больше был похож на Хэнка Хилла из Компе Хилл Нет, объяснит, ребят Это надо было самим играть И самим быть в то время А, забавно Тут в чате спрашивают Про единственный шутерок из серии Компе-компе Это про Ренегейт, что ли? Да, Ренегейт Я, кстати, что-то Даже и не помню его Вообще, там было прикольно То, что можно было посмотреть Вот на эти базы из Си-н-си Как они выглядят Ну, вот эта рука Там вот эта вся херня Ты знаешь, там, кстати Мог бы быть очень и очень крутой Мультиплеер Еще до батлы там Там была возможность кататься На технике Из The Command & Conquer В том числе даже на Мамонтанке Вот Но, к сожалению Поскольку игра оказалась Недопиленной То в мультиплеере была Только одна сраная карта Ну, недопиленность игры Это вообще, типа, свойство Того времени Я, кстати, вспомнил Чем мне запомнился Фьючер Шок Это была первая игра Где уровни были полигональными По-моему Но они были настолько То есть там одна текстурка Вообще просто Если в Аномасу показать Он, мне кажется В обморок упадет Она Ну, настолько какая-то Странная была Вот эта игра Это Нечто И пропорции Там совершенно кривые были Я помню Только какую-то серость То есть бегаешь Вообще Да, да Присходящая серая Железная стена Да, да, да Коричневая гора И вот эти полигоны И оружие Хреново нарисованы С двумя анимациями То есть Это какая-то смесь Будущих шутанов Которые начали потом Выходить И вот Она, кстати Вообще Непонятно На каком движке была Ну, в общем Фьючер Шок Это параша лютая Даже если кто Помнит Не знаю Если кто-то задумал Сейчас запустить Ребят, осторожней Я не знаю Она не запустится сейчас Так Что еще? Илья, что думаешь О игре Бали? Ничего не могу Думать Если кто-нибудь Может Блуд запустить Бллад, точнее То можете Сходить на сайт Гок.ком Ну, или Раздача с сайта Там вот Good Old Games Короче Отличная сборка Отличная Там все работает Вообще без проблем Ну, DOSBOX Везде работает Но там не надо Ничего настраивать Просто пускаешь И вот только для Этих стримов Он не очень подходит Как мы видим Но, тем не менее Да Delta Force Saints Row Ну, это все неинтересно Saints Row Вообще Как-то Затесался Непонятно как Да Delta Force Короче Я помню Первый Было интересно Я почему-то в первом уровне Всегда зависал Старался его по-разному Пройти Там Господи У меня телефон Извините Сейчас вырублен Да ты отвечай Там можно было С любой стороны уровня Подойти С любой горы Спуститься И меня это всегда Как-то поражало Ну, это круто было Там были реально Открытые пространства Там самое Собственно Важное За снайперы Было играть Хотя Там было От игры МиГ-29 МиГ-27 Я помню Лису-27 Не-не-не Там Там была Новолоджик Леталка МиГ-29 По-моему Называлась Ой Новолоджик Все так и не было Это же они команды Сделали Или нет Я не помню Чувак Я вообще Блин Все эти Закрылись Все эти компании А такие прикольные Были В свое время Еще помню Какие-то А, танки Они делали Танки Помнишь Авиасимуляторы А Джейнс Вот тоже Блин Потом начали Какой-то говно Клепать Закрылись Ну Такое Doom-64 Quake-1 Мне Quake-1 В принципе Я проходил Опять же Тоже недавно Но была сборка С нормальными Текстурками Вот со временем Мне кстати Начал Quake-1 Даже больше чем Второй Нравится Все таки Второй Он хороший Мультиплеер Но они разные Абсолютно Вообще Разные игры Первый Как-то Поразнообразнее Я просто Если бы сейчас Quake-2 От начала до конца Меня заставили Пройти Я бы наверное Уснул под конец Ну потому что Блин Вот если говорить о том Что Терминатор Future Shock Серый То Все эти ящики Бесконечные В коричневых фонах Они Quake-2 Прикольная Прикольная такая вещь Была Она все лучшее Из шутеров Того поколения В себе взяла То есть Видимо Фанат Своего дела Делали Но проблема В том Что она Слишком поздно Вышла Она вышла Когда уже был Half-Life Первый Вот По поводу Еще какой-то Интересной Игрушки Спросили Не Blade of Darkness Я уже не помню Особо Вот помню Клевая игра Была Дай Крутая была Ты играл В Die by the sword Конечно Играл Там был Сумасшедший Сумасшедший Вариант Управления Мечом Мышкой Мышкой Крутить Боевка Была Просто Зато Куски Как отрезались Прям Вот Ровно В том Да Там Можно было Отрезать Крут Монстра Руку Ее взять Например Да Да Это жесткая Была игра Она мне Напоминала Всегда В тот момент Поиск Святого Гра Где рыцаря Отрубают Руки Ноги Он Бежит И все Драться Хочет Но Блин От меня Die by the sword Вообще Не запустился Я недавно Пытался Переиграть Такое Говно Старые Игры К сожалению Очень Не Ну Какая Классика Именно Она Конечно Держится Фанатами Именно Таким Мне Мне Кажется Все-таки Крутой Из Всех Этих Самых Ну Милишных Вот таких Рюбер Типа Как Die by the sword Или Blade of darkness Самая крутая Была игра Все-таки Руна Я так и знал Что ты руну Скажешь Руна Рукинги Весело Блин Blade of darkness Замороченная Боевка Была Я помню Мне Показывали Короче Как в нее Играть Я вообще Разобраться Не смог Там Реально Надо Привыкать Очень Долго А руна Она как бы Ну Straight to play Садишься И херачишь Мечом Всех Голову Отрубаешь Нас кто спрашивает Про русские Отечественные Игры Какие Понравились Саленшторм Саленшторм Санитары Подземелья Вы не поверите Мне тут Не надо Не знаю Саленшторм Получше Было Явно Ну Это Понятно Саленшторм Была Разрушаемость Когда Этого Вашего Баттлфилда Не было Да Да У меня Было Веселое Развлечение Я брал Трупы Немцев Складывал Около Стены Какой Ни Церкви А потом По ним Стрелял С пулемета Правда О 9-ой Роте Шутан В Компе Правда О 9-ой Можно Пройти Даже Да А потом Конечно Т-30 Чего Да Много Нормальных Русских Игр Было Это Так Кажется Что Одну Джампу Искали Я До сих пор Единственное За что Обижен С детства Это за игру Вагнера Может она И неплохая Вагнеры Вагнеры Чувак Я деньги На нее Потратил Когда был Ребенком А ребенком Лсдшную Ахинею Понять Вообще Невозможно Я Я Ядерный Титбит Купить Ядерный Титбит В порядке Вот Невский Титбит Вот Это была Шляпа Впрочем Я общался С создателем Ядерного Титбита Но С Сценаристом Ну и Что Как Малярки Были Как Состояние Пока Шевелится Стать Писал Но Это Дальше Павал Забыл что невидимый был и опять комбушал что-то короче очень странно очень странный вопрос ребятки как относитесь к играм про звездных воинов не помню таких воины которые звезды звезды не в дюке был третья глава по моему звездный воин знаменитый клевых его дюк клевый саму вселенную типа звездных воин я не особо интересовался играл в какие-то там же джеда каст был шутан сначала потом уже звездные мечи появились был шутан какой-то но нет если хорошие или вспоминать ближе джеди академии потом из из этих самых потом было клево это рок сквадра где-то на истребителях из летал тайпфайтера по их вины из рпг-шек охренительные были на эту долл репаблик абсолютно чувак пишет у меня диск с вангерами есть запечатанный не распечатывай не распечатать может у меня был золотой диск точнее золотой был зеленого цвета прикиньте метрами чувак дал поиграть супер крутой диск не у кого такого нет золотой как относитесь к хищнику сарни типа спрашивают у меня и у евгения ну днище фильм естественно но если бы естественно порещенков отдал главные роли то мне кажется могло нет лучше бы туда надо позвать все-таки александр невского то чего с этого невского угораете нормальный мужик блин чемпион зеленый город ради мальчишки смотрит на него и нашла я не знаю я типу люблю невского мужчина ну ребят как мужчина ну что да я с радостью субь невский мне позвонил сказал илья давай продвигать спорт в массы вместе и дал мне титул какой-нибудь чемпион москвы нет вот серьезно если вдруг александр арнольдович александр арнольдович пожалуйста если вы слышите давайте замутим собственный канал на ютубе мне кажется вы медийная персона вы будете меня там есть а ну хорошо вот вы меня жирного тифика алкоголика превратите в мистера вселенную за год но как он себя превратил я буду я буду ведром там вот так вот делать раскачаюсь короче нереально и типа мне кажется это будет лучшее что мы можем предложить подрастающему поколению александр я большой ваш фанат поэтому надо надо попробовать московская жара у вас будет жарная московская течка в пиратском переводе я даже не хочу знать почему я так перевел вы хита один из переводов но это уж совсем типа петросянству двинулся потому что я же и просто фильмы хит нельзя же вести как течка я зашел это понятно собственно кинопоиск и увидел рецензию которая начинается московская течка начал читать и прочитал сценаристов обзор это было забавно это понятно потому что у меня такое же было короче пару раз нашей маши еще каким-то говном типа про терминатора фильм не ну я то вообще мне очень нравится твои ролики как бы у кроме естественно обзоров на фильмы невского который ты просто недооценил по моему я их не понял что она надо подрастить во всяком случае в честь человека пиво назвали а ты как теньков только это невский проспект еще назвали в честь него как теньки я просто знаю что у нас много героев фагов но тип любителей heroes of my team magic всегда в коммент потому что это самый частый запрос если там теперь сделать версии диск то давай по heroes но мне не очень нравится и раз поэтому вторая клевая была третье похуже что это вообще плохая 5 даже не значится в принципе ну типа норм но почему не поиграть в третью или вторую вместо 5 потому что до 3d к черту 3d я слишком стар для всего этого дерьма как говорил дэнис гуну много не фильмов пора пересматривать первый первый смертельное оружие звучать новогодний фильм да да для фильмов несколько нужно не просто подрасти нужно подкачаться хорошо ты хорош не имеет не я я понимаю парень в комментах господи руки ненавижу гребные руки рик течкин так короче блин самое дурацкое предложение стриме тигр про бильярд на я бы виртуал пул сыграл бы в четвертый какой он был самый нормальный расскажите о серии мдк 4 плохо помню мдк там псины по он был а или кто-то бегал там над короче она у меня не шла на камке я как-то забила друг рассказал что вау горды там две части они как-то не особо сообщение еще какой-то какой-то игра была где ты играешь за какого-то мальчика призрака она была одна из первых там можно вселяться в противников там тип с оружием бегать может быть это мессия но ангелочек она запакованы было просто но идея